Мама разозлилась, когда сынишка разлил чернила на новый ковер. Через два года ребенок умер, а синее пятно стало напоминанием о времени, проведенном вместе. Хизер Дакворд, мама четверых мальчишек. В Фейсбуке женщина поделилась историей, произошедшей 14 лет назад и не оставившей никого равнодушенным. Как у любой мамы, у Хизер практически не было свободной минуты. Четверо мальчиков своей энергией могли запросто разнести дом. Мои руки были постоянно заняты, но сердце также было наполненным. В тот вечер Хизер удалось накормить и искупать детей, и уже близилась блаженная минута, когда все улегутся спать. И тут, она увидела на ковре синее пятно. Один из тройняшек держал в руках шариковую ручку, а чернила из нее капали на новый ковер. Пижама малыша, он сам, мебель в комнате, все было заляпано чернилами. Хизер еле сдержалась, схватила ребенка и потащила в ванную. Я повернулась и увидела синее чернила, капающие на ковер. Ручка сломалась в руке одного из тройняшек, вспоминает женщина. Он взвизгнул от восторга, когда чернила брызнули и заляпали чистую пижаму. Слезы разочарования навернулись на глаза. Я так сильно устала и мечтала об отдыхе. Я не злилась на сына, который стал синим, как смуров, но расстроилась из-за того, что оставила ручку в том месте, куда смог дотянуться малыш. Мы жили в этом доме только шесть месяцев, и теперь новый ковер был испорчен, пояснила Хизер. Попытки избавиться от пятна не увенчались успехом, и Хизер возненавидела злосчастное пятно. Но, в следующем месяце моему ребенку, забрызгавшему чернилами ковер, поставили диагноз рак. Два года спустя он скончался. Сын исчез, но это пятно синих чернил осталось, вспоминает Хизер. Оно постоянно напоминало о сыне и о моем разочаровании по поводу чего-то такого мелкого, такого незначительного в жизни, как ковер. Пятно научились прятать под мебелью, но каждый раз во время уборки оно напоминало о себе. Каждый раз, когда я его видела, у меня останавливалось дыхание, напоминая об утрате. И это пятно, которое раньше заставляло меня плакать от разочарования, теперь Божье благословение за эти воспоминания. Соскребая в очередной раз жвачку с ковра, Хизер вспоминала о синем пятне. Она напоминает мне, что жизнь беспорядочная никогда не останавливается. На полу кухни будет разливаться вода и валяется золотая рыбка, окна будут разбиты бейсбольным мечом, грязное белье вновь наполнит корзину, а грязная посуда – раковину. Отпечатки пальцев будут сиять на стеклянных дверях, а следы карандашей – на столе. И на вашем новом ковре будут пятна синих чернил, говорит Хизер. Но что значит этот беспорядок? Он появляется из-за того, что дети растут и учатся. Они заставляют меня чувствовать благодарность. Они – замаскированное благословение. И знаете, что? Я бы согласилась на миллион синих пятен на ковре, если бы у меня появилась возможность хоть день провести с умершим сыном.